Снова здравствуйте! Сегодня расскажу о приборе DCX. Немецкие коллеги не жалеют российского потребителя, назвав свои приборы практически одинаковые. DCX, DSX, CX, везде есть X. Если у вас возникли вопросы, вы можете нашу брошюру скачать на сайте или же, соответственно, почитать информацию на сайте Клаги Russia через тире.ру. Итак, о приборе. Вот он у нас в коробке. Сейчас мы его откроем, посмотрим, что же там внутри. Кстати, вот когда открываешь коробку, сразу видно, что это Германия. Обратите внимание, как все упаковано. То есть, инструкцию, которую не надо искать на самом дне самой дальней коробки, наклейка энергетического лейбла, то что ваш прибор действительно соответствует классу энергопотребления А. Это важно, потому что когда вы платите 7 рублей, 8 рублей за киловатт-час или когда вы платите 50 рублей за киловатт-час, вы все-таки пытаетесь экономить. Инструкция. В пакетике все прокладки, крепления. Тоже, опять же, обратите внимание, как все упаковано. Фитинги, которые позволяют подключить прибор к подводке из стены или снизу открытой подводки. Ну и сам прибор. Красавец. Здесь на лицевой панели пленочка приклеена, чтобы не поцарапать до того момента, пока вы не начали эксплуатировать прибор. Планка. Планка монтируется на стену, на нее монтируется прибор. Быстро, удобно, безопасно. Огромное количество отверстий нужно для того, чтобы не в каждый закручивать шуруп, а чтобы сначала смонтировать на те отверстия, которые есть, планку и потом только к ним прикрепить прибор. Открываем. Инструкция на нескольких языках, что делать, что происходит. Сервисное меню. Прибор внутри. Еще раз специально для тех, кто не считает инструкции, памятка. Сначала открыть воду, только потом подать напряжение. Сам прибор. Здесь всего одна кнопочка и пять светодиодов, которые показывают, на какую мощность вы выбрали. Подача воды, включение прибора, плата управления, блок нагрева, выход воды, датчик температуры, датчик наличия воздуха в системе. В случае, если что-то произошло с прибором не так, здесь есть светодиодная индикация, инструкция к светодиодной индикации на обратной стороне крышки. Что-то мигает, что-то выключилось, что-то работает не должным образом. Конструкция внутри. Через шланг подается провода, подключаются к клеммной колодке, пошел ток на прибор. Еще раз повторюсь, важный момент. Сначала запускайте воду в прибор, потом подключаете электроэнергию. Такая вот конструкция. Чтобы иметь доступ ко всем узлам, соответственно, вот эта часть у нас снимается, прибор вешается, потом подставляется рамочка. Потом уже закрывается крышка. Винт пока заворачивать не будем. Единственная кнопка на приборе и выбор температуры 35, 38, 42, 48, 55 градусов. Это то ограничение, которое пользователь убирает с помощью единственной кнопки. Также, соответственно, можно переключить мощность. Прибор универсальный. Можно выбрать мощность 18, 21, 24 или 27 киловатт при напряжении 400 вольт или, соответственно, 17, 20, 22,8 и 25,7 при напряжении 380 вольт. В приборе предусмотрена защита от перегрева, защита от низкого давления, защита от воздушных пробок. Прибор работает при минимальном давлении 1 атмосфера, при максимальном 10 атмосфер. Испытательная 25. Подключение 1,2 дюйма. Класс защиты корпуса IP25. Прибор рассчитан на то, что он будет устанавливаться в месте эксплуатации и у пользователя нет возможности доступа опасным элементам конструкции прибора. Вот, в общем-то, и всё. Спасибо и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok